добрый вечер лилиана это вы спрашивали за помощь для украины смотрите каждый вечер в 6 часов вечера наши волонтеры будут собирать оферты но оферты это помощь в нашей церкви спасибо кроме того это по ватсапу пришло кроме того фейсбук наш магазин микс март который находится на давайте там скажем площадь сан пердарена конечная остановка двадцатки переходите через дорогу то ли площадь виктории в общем остановка 20 троллейбуса переходите через дорогу есть наш магазин микс март они вчера фейсбук выложили такой длиннющий список что надо практически надо все начиная от одежды и заканчивая одеялами продукты питания даже барай ты для для воды в общем одноразовая посуда одноразовые вилки вот все буквально все там три большущих списка и я так думаю что это материальная помощь будет непосредственно следовать в украину поэтому видела там уже итальянские комментарии как вы работаете куда к вам приезжать приезжать прямо магазин они принимают материальную помощь поэтому те кто живут в генуи пожалуйста если вам не тяжело окажите материальную помощь в любом виде материальная помощь принимается то ли придите в эту церковь сан-джорджи то ли последуйте в наш магазин я думаю что все магазины у нас не один магазин есть румынский магазин на корнелян я думаю они тоже монетарка сейчас начали заниматься но в общем все эти магазины надо проехать и просмотреть я этим занимаюсь пока после работы конечно видео видео с кухни совершенно не будет видео будут очень короткие очень такие конструктивные я вас еще раз попрошу не ругайтесь в комментариях сейчас самое главное оказать надлежащую помощь тем кто ее требует и самое главное остановить вот эту вот машину войны я думаю что все таки люди сядут за стол переговоров потому что очень много жертв очень много жертв и с каждым днем их становится просто все больше это надо останавливать это понятно что я этого сделать не могу но если мы всеми силами как-то не знаю собираемся собираемся с духом собираемся всем у меня еще со звона с киевом не было вчера мы на линии просидели но часа полтора наверное потому что сами понимаете когда ты их слышишь у тебя кажется что у тебя все хорошо на душе когда не слышишь что тогда уже вот тогда уже плохо я знаю что отключают свет и я знаю что взорвали в киеве телебашню или что-то взорвали видела я этот взрыв конечно на камеру я этого ничего показывать не буду но народ давайте сплотимся не будем ругаться между собой мы мирные жители мы мирные жители и мы должны быть за мир все время 8 утра это значит по киевскому времени 9 утра только сейчас получила сообщение живы прошла ночь долго не было связи с моим сыном они дежурят по 10 человек дебилов говорит и мародеров очень много что страшного и вчера один дебил с оружием открыл по ним огонь не знаю как они его перехватили это неважно главное главное шоу что все живы ребята и когда они на дежурстве они отключают связь поэтому интернета нет связи нет ты стоишь и переживаешь каждое утро такая перекличка сидит у меня в зале женщина с тернополя она живет на сардинии к ней едут в общем женщина с ребенком или с детьми неважно сейчас эта женщина хватается за сердце я вижу что ей плохо она думала что она потеряла телефон потерять телефон это сейчас равносильно вообще не знаю чему потому что останешься без связи вот посадили мы ее за столик успокоили дали воды я поняла шона украинка начала разговаривать с ней на украинском языке она рассказала что она из тернополя сама и спрашивает чтобы выехать на сардинию перевести этих людей нужен ли грим пас пошла я к охране к охране порта порт сказал если есть протокол того что вы должен быть документ что вы беженцы то тогда никакого грим паса не надо если у вас этого документа нет то тогда нужен грим пас ну за всем можно обращаться можно обращаться все таки в тезу можно обращаться в церковь и волонтеры по любому поводу помогут поэтому главное не теряйтесь потому что если вы потеряете равновесие сами как вы будете довозить которые убегают из войны у нас должны быть вообще нервы не железные а просто остальные вот вот и все я еще создала воды дала ей на дорогу воды говорю сначала вы успокойтесь а потом уже встречаете тех кого встречаете в общем сейчас будем смотреть как разрешится ситуация вижу у нее муж итальянец поэтому они приехали вдвоем поэтому с деньгами у них все нормально главное чтобы они не теряли вот своего понятно да не быть рассеянными в этот момент надо собраться вот собраться и все другого выхода нет решили на окно прикрутить еще одеяло мало то что заложили мешками вот так все нормально Продолжение следует...